Ну вот такая вот у нас импровизированная студия получилась связана, это в первую очередь с ремонтом, который затеяли наши арендодатели. Ну надеюсь, что к новому сезону, к сентябрю, может быть раньше, вернемся в привычный формат. Начинаем! А начнем, как обычно, с рывков и прорывов. Производство легковых автомобилей в России упало на 50%, об этом заявил уже министр промышленности и торговли Мантуров, теперь еще и вице-премьер. Напомню, в начале июля примерно о том же сообщили в прокремлевском Росстате, там правда картина была еще печальнее, в частности Росстат назвали цифру в 97%, а это все приплыли, отрасль похоронена. Профильный министр пока пытается выкручиваться, хорохориться, но правда-то рано или поздно откроется. Сегодня в правительстве, что сегодня нужно осуществить поворот от абсолютно рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета. Для тех, кто на бронепоезде, давайте на пальцах. А у нас вскрылся еще один гнайник, мало того, что все эти годы, как выяснилось, имеются в виду годы путинской стабильности, конечно же. В России никто не занимался никаким импортозамещением, о нем только болтали, врали. Сейчас вот мы узнаем другие подробности, наши предприятия тоже никто не развивал. По телевизору рассказывали красивые сказки, демонстрировали красивые картинки. Ну помните вот эту, например. Сегодня в этом зале все без исключения вас поддерживают. Так сделайте же нам подарок, огласите свое решение. Ведь мы за вас газ, за вас, так ведь автозаводцы? Давайте вместе! Газ за вас! Газ за вас! No! No, 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 no. You seem upset. Well, yeah, of course I'm upset, Seth. И где сейчас тот газ? Бьется в конвульсиях, а автоваз? Напомните мне, сколько раз мы его спасали за счет народных денег? Вот такие заголовки в СМИ появлялись с завидным постоянством. Спасти автогигант. Правительство выделило на поддержку предприятия столько-то вагонов денег из резервного фонда. Стесняюсь спросить. А куда все эти бабки всохатили? На что их потратили? Если сейчас выясняется, что от завода остались ножки-дорожки, по чьим карманам бабло в итоге распихали? Ну, насчет комиссии по борьбе с коррупцией я могу сказать только одно. Это дело, конечно же, руководства Государственной Думы. Вот мое мнение таково. Уважаемые друзья, не отдавайте это оппозиции. Потому что это самая благодатная тема. И вы сами отлично это знаете. Сделайте так, чтобы борьбу с коррупцией возглавила Единая Россия в Государственной Думе. В противном случае количество упреков по поводу концентрации жуликов и прочих неблагонадежных элементов будет только расти. Да ну нахуй! Но умиляет меня не это. Они ведь опять вокруг того автоваза потемкинские деревни строят. То есть в очередной раз поют, что будут его спасать. Внимание, вопрос. А как вы думаете, ребятишки собрались автогигант спасать-то? Может быть команду толковых? Антикризисных менеджеров-хозяйственников туда прислали? Действительно толковых? Понимающих в автомобильном бизнесе хоть что-то? Нет. Они снова посадили в кресло самого главного на заводе очередного бездельника-чиновника на этот раз. Бывшего министра транспорта Соколова, чтобы вы понимали, что это за зверь такой, на государственной службе с 97-го года. Читал экономику в университете. Затем занимался инвестициями в Питере. В 2009-м перешел на работу в правительство РФ, где курировал проекты по развитию инфраструктуры. Но это в области строительства, я так понимаю. Из строителей перепрыгнул в транспортник и возглавил соответствующее министерство. Был даже вице-президентом ассоциации производителей стройматериалов. О, как помотылял это человек, эй, чтец. И жнец, и надудей, и грец. Теперь вот автоваз. Автоваз. Зарплата Игоря Сечина в государственной компании Роснефти 4,5 миллиона рублей в день. Зарплата Алексея Миллера в государственной компании Газпром 2,2 миллиона в день. Зарплата Владимира Якунина в государственной компании РЖД 1,3 миллиона рублей в день. Вдумайтесь в эти цифры. Не хотим. Ну и как считаете, что тот Чинуша Соколов в итоге с автовазом сделает? Правильно, ничего хорошего. Закопает завод еще глубже и вся недолга. Это реальная журналистика. Нет слов, одни эмоции. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали. Кстати, а там такой задачи и не стоит, чтобы наладить производство, запустить какие-то новые линии, вывести завод хоть на какой-то уровень. Сами пропагандисты по своей бестолковости проболтались. Ну вот, что они пишут. В условиях влияния внешних факторов и санкционного давления первостепенной задачей новый глава автогиганта считает сохранение трудового коллектива. Простите меня, дурака, но мне всегда казалось, что первостепенная задача для менеджера любого предприятия, для бизнесмена, если хотите, это вывести предприятие из кризиса. Это заставить его работать и приносить в конечном итоге прибыль. Тогда и трудовые коллективы сохранятся, и все остальное. Нет, это не наш случай. Чиновник Соколов посажен на завод с одной и единственной целью. Напустить ура патриотам пыли в глаза. Прикрываясь красивыми словами. Смотрите, мы сохранили трудовой коллектив. У-у-у! Прямо бинго! На деле же, вот все эти замечательные люди, рабочие, будут каждый день приходить в простаивающие цеха, в которых только и остается, что штаны протирать, и в бесполезном ожидании окончания смены, ну потому что нет комплектующих. Что они там делать станут? А мы с вами, налогоплательщики, в смысле продолжим накачивать неработающий завод бабками из каких-то резервов? Вот только это никакое не спасение. Это просто оттягивание неизбежного, ну чтобы со всем доступным языком уже сейчас очевидно. Что при таком бездарном подходе к проблемам предприятие рано или поздно тупо схлопнется, как и многие другие до него? Но властям нужно, чтобы данный счастливый момент произошел немножечко потом, не сейчас. Сейчас им просто не нужен социальный взрыв, а дальше трава не расти. Да они так далеко и не заглядывают. Это же чиновники-временщики. Они паразитируют здесь и сейчас, пока позволяет должность, пока есть кормушка. А что будет с этим мафтогигантом? Что будет с этими рабочими через год-полтора? Да кому до этого вообще есть дело? Да, безусловно, для промышленности, мы как раз находимся в июле-августе, которое мы с вами регулярно обсуждали, беспрецедентная ситуация с поставками запасных частей и станков. Потому что для промышленности крайне важно, в том числе, иметь машиностроение, которого у нас действительно полностью нет. И вот задача, как говорится, задача-то со звездочкой. Через Тегеран не все поставляется. Ну, то есть там только логистическая часть, а компании реально нам отказывают просто продавать за любые деньги, даже через какие-то прокладки, потому что сейчас крайне внимательно. В первую очередь, конечно, потребительское общество, то бишь клиенты этих компаний, внимательно наблюдают, а куда идет к их конкурентам товар. Впрочем, вы знаете, АвтоВАЗ, это ведь просто один из примеров. В реале, в России, где ни копни, везде засада. Вездеаховая ситуация. И связано это, конечно же, с отсутствием хоть сколько-нибудь профессиональных кадров, профессиональных людей или хотя бы подающих надежды. Везде чьи-то друзья, друзья, друзья и родственники. Родственники родственников. Вот сейчас, пожалуйста, Екатерина Путина, простите, Екатерина Тихонова, будет курировать импортозамещение, которое до нее провалили несколько раз. А она что, специалист в этом вопросе? Она вообще знает, с какой стороны к тому импортозамещению подходить. Кстати, ее папа не раз говорил, что дочери никогда не занимались бизнесом от слова совсем. Четыре года назад, когда вас спрашивали мои коллеги о родстве с вашей младшей дочерью, Екатериной Тихоновой, вы сказали, цитата, что ваши дети не занимаются бизнесом, политикой и вообще никуда не лезут. Но с тех пор ситуация как минимум изменилась. Вы сейчас сказали про вопросы, связанные с бизнесом. Вы упомянули одну женщину, упомянули вторую. Вы же не все рассказали, наверное. Но упомянули какие-то их личные доли там, упомянули объем этого бизнеса. Вы же этого ничего не сказали, вы просто обозначили факт. А этого недостаточно. Вы тогда поковыряйтесь там поподробнее, и вы поймете, какой у них на самом деле бизнес, и есть ли он как таковой. Впрочем, это уже совсем другая история. И ладно, если бы только безголовые чиновники были проблемой россиян, но они ведь породили целую армию таких же бездарных бизнесменов, которые ни черта не могут. Вот история не первой свежести, но мне очень хочется на эту тему высказаться. Компания вкусная и точка. В очередной раз обозрелась, простите мне мой французский. На этот раз в харчевне запретили пользоваться мобильными телефонами и даже розетками для подзарядки этих телефонов соответственно. В пресс-службе сети понесли какую-то дичь, мол, ну не всем посетителям приятно, когда их кто-то фотографирует и бла-бла-бла. Но знаете, что я вам скажу? По-моему, настоящая причина запрета заключается не в этом. Дело в том, что некоторое время назад горе-рестораторы здорово оскандалились, рассказывают. В начале июля Ксения Собчак написала в своем телеграм-канале, а у нее больше миллиона подписчиков, о том, что посетителю одного из заведений продали несвежий бургер с плесенью. Затем у Собчак появился последователь и выложил в соцсети другое фото с тараканом или жуком в пакетике с картошкой фри. Ну что убило? Вот вместо того, чтобы извиниться перед людьми, вместо того, чтобы усилить контроль качества блюд, администрация ресторанной сети поступила точно так же, как обычно поступают наши чинуши именно. Они ввели ограничительные меры типа нефиг пользоваться телефонами в наших заведениях, дабы не фотографировать, что попало и не выкладывать затем в интернет браво. Ну что я могу сказать? Конечно браво, ну а если серьезно, вот что у нас за уроды, а? Любое дело из гадят, даже самое беспроигрышное, смотрите. В сети месяц отра до 12 июня ребятишки объявили о ее запуске, готовый бизнес им достался и нехилый, кстати. Самый раскрученный ресторан на планете, работай, зарабатывай, тебе все дали, все уже за тебя придумали, создали и раскачали. Даже вот эти вот розетки, маркетологи Макдональдс, они просто так изобрели их гости, это главным образом молодые ребята. Сейчас и век высоких технологий, вот и решили когда-то, что в Макдаке будут раздавать бесплатный Wi-Fi и сделали так, чтобы у человека, конечно же, была возможность зарядить свой гаджет, если что. Это сработало в плюс, увеличило посещаемость. Ваньки за месяц умудрились несколько раз вляпаться в ОНО. Вообще, понимаете, абсурдность ситуации 30 лет. Макдональдсы в России работали ни одного серьезного скандала. Нашим клоунам хватило одного месяца, чтобы уничтожить репутацию заведения, то ли еще будет. Как бы эти чудо-бизнесмены о банкротстве к Новому году не объявили. При этом, я поражаюсь ватникам. Да мы ого-го, мы еще всем покажем. Да мы, да санкции нам только на пользу. Да мы возродим былое величие. Че вы покажете? Что вы можете возродить? Вы же как в том анекдоте про чувака с двумя металлическими шариками в герметичной комнате. Один сломал, другой потерял. Вот это про нас. Ну, про большинство. Ладно. Переваривайте, ты реальная журналистика опять уже за рамки хронометража. Вылезли, увидимся, услышимся. Пока-пока.